Привет, друзья! Первый канал назвал свои новинки нового киносезона, и посмотреть там есть что. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь, и сейчас все расскажем. Итак, наконец-то на новый сезон анонсировали долгожданную премьеру сериала «В парке Чиир» с Антоном Хабаровым, Любовью Константиновой и Федором Федотовым. Нас ожидает рассказ о людях, в чьей жизни безжалостно вторглась война. В центре сюжета четыре девушки, они мечтают о будущем, строят планы, влюбляются, но наступает 22 июня 1941 года. Им предстоит пройти через многие испытания. Действие в сериале будет развиваться с 1940 по 1947 год. Создатели сериала обещают, что судьба героинь сериала вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. В марте прошлого года картину представили в рамках предпремьерного показа. «В парке Чиир» — это, пожалуй, единственная премьера, которая перекочевала в сегодняшний ролик, еще из прошлых анонсов Первого канала. Надеемся, что на этот раз все серьезно и двигаемся дальше. Еще одна интересная историческая новинка канала — это Павел Первый и последний режиссер Александра Котта. Павла Первого обычно называют самодуром и даже безумцем, однако в сериале делается акцент на том, что его история и жизнь была гораздо глубже. Отчужденность матери, неприятие двора и бесконечные попытки разобраться, кто и почему на самом деле убил его отца. Все это сформировало личность, глубоко трагичную. Став императором, Павел стремился избавиться от вседозволенности дворянства и улучшить жизнь крепостных и простых солдат. Однако, удастся ли ему воплотить свои замысла и сохранить власть? Ответы на все эти вопросы нам и предстоит узнать в сериале. Роли исполняют Денис Власенко, Наталья Суркова, Кирилл Киро, Алексей Барабаш и Владимир Стеклов. Следующий сериал, который скоро покажет Первый канал, — это музыкальная драма «Хор». К сожалению, это будет телепремьера, но картина в любом случае стоит внимания. Советский Союз, 1972 год. Школьник из Подмосковья попадает в пору Грачева. У юных талантов и их учителей есть всего один месяц на подготовку к престижному фестивалю «Песня года». В касте Сергей Голомазов, Екатерина Дурова, Юлия Аук, Алексей Трофимов и Олег Чугунов. Итак, 12-летний Юра Соловьев вдохновляется творчеством Робертина Лоретти и сам начинает петь. Окружающие не одобряют его хобби, однако мальчика поддерживает учительница Варвара. Он проходит прослушивание и попадает в детский хор. Руководитель коллектива Александр Грачев готовит подопечных к важному выступлению – телевизионному фестивалю «Песня года». На пути к успеху дети и взрослые сталкиваются с интригами и препятствиями. Смогут ли герои справиться с давлением, когда на кону – будущее хора? Узнаем скоро на первом. В рамках телепремьеры нам также покажут юбилейный сезон «Мозга с метроном». На место Черкасова метит майор Ковалев, а расследованию нового громкого дела не дают хода. 1982 прошло полгода со времени окончания предыдущего сезона сериала. В это время бывшие оперативники отдела Черкасова – Алексей Горкуша, Соня Тимофеева и Егор Осачий – остались без должного руководства. Это становится причиной разлада между коллегами и значительно затрудняет молодым оперативникам рабочий процесс – расследование смерти Андрея Гринякина. Данная смерть становится не единственной. Все это происходит в артистической среде, где многие дают нелегальные концерты. Отмечу, что уже снимают 11 сезон, его мы увидим с отложкой в год, то есть в 2025 году. Как только появятся новости о премьере, обязательно расскажем у нас в соцсетях, там новости выходят гораздо раньше. Обязательно подписывайтесь, мы есть в ВК, Дзене и Телеграме. Рейтинговый сериал «Матрешка» от Рикс Медиа также покажет в своем эфире Первый канал. Напомню, что в этом детективе обычной студентке ленинградского филфака предстоит обольстить ленинградского шпиона, ведь девушка, как две капли воды, похожа на его погибшую жену. Действие картины от режиссера «28 панфиловцев» берет свое начало в 1983-м. Беззаботная студенческая жизнь девушки навсегда меняется, когда ее вербует КГБ. Внешне Юля очень похожа на покойную супругу Джима Уиллера. Чтобы вывести его на чистую воду и найти крота в советской оборонной промышленности, Юля предстоит попасть в его ближайшее окружение. Отдельная интересная линейка сериала – это герой Дмитрия Поломарчука-Волохов. Именно под его руководством по сюжету и действует группа контрразведчиков. Не только главная героиня, но и он смогут измениться и пересмотреть свои взгляды на жизнь. В общем, советуем ознакомиться как минимум, чтобы посмотреть приятный антураж, а также узнать, как сложится вся миссия. И двигаемся дальше. Уже 26 августа в понедельник. Нас ждет историческая драма «Я не могу без тебя» от создателей «Угрюмрики». Это история любви, которую одного человека может поднять, а второго разрушить. Обсудим, почему же нельзя пропустить новую мелодраму на первом канале. Сериал посвящен жизни двух поколений в советской деревне 1970-х. Кирилл и Надежда растят двух сыновей, и в их семье царит гармония. Как вы, наверное, уже поняли, главная линия фильма – это глубокая любовная драма, история страсти и преданности. Завязкой сюжета служит старт кампании «Остаемся всем классом в родной деревне». Для проведения разъяснительной работы с выпускниками в поселок направляется порторг Вадим. Главный герой Кирилл влюбляется в его жену Валентину. Вадим пытается бороться за семью, но Кирилл настроен слишком решительно. Председатель колхоза Марина пытается вразумить Кирилла, чтобы тот оставил Валентину, но наоборот задумывает увезти ее вместе с дочкой. В ролях Алексей Филимонов Кирилл, Виктория Исакова в роли Валентины, Марат Башаров сыграл Вадима, Ирина Пегова в роли Марины и многие другие талантливые актеры. 22 июня в рамках основного конкурса фестиваля сериалов «Пилот» зрителям показали «Противостояние». На экранах мы увидим историю в новом сезоне. Это будет новый взгляд на роман Юлиана Семенова под названием «Противостояние». Нелегальный преступник прячется под маской обычного работяги. Нас ожидает классический детектив и напряженный триллер, в первую очередь, о борьбе добра со злом. Итак, полковник Костенко и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава, командируются в Магадан для расследования очень необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Снимают сериал скорее в формате фильма, поэтому мы очень ждем от него большого масштаба и высокого качества. В ролях Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Карина Андоленко, Игорь Хрипунов и Денис Нурулин. Первый канал также показал на днях трейлер исторического сериала и драмы «Нинель». Там в конце 80-х годов главная героиня, обладающая уникальным актерским талантом ради спасения своего отца, становится напарницей очень известного афериста. А также на кино 1ТВ скоро выходит «Династия», у сериала уже есть трейлер. Это будет многосерийный драматический трейлер, посвященный одному из самых влиятельных семейств страны. В центре повествования находится супружеская пара ученых, связывает их общий карьерный путь в науке и бизнесе. Однако доверия в браке не хватает, постепенно их отношения начинают разрушаться. В ролях Лукерия Ильяшенко, Виталия Коваленко, Алена Бабенко, Игорь Верник и другие. А из уже вышедших проектов вам точно стоит посмотреть «Чистые руки», «Один шанс на троих» и сериал «Ангел мести» с Денисом Никифоровым. Не забудьте подписаться и еще услышимся на Киночернике.